Продолжение следует... У меня тут пара книжечек CCNA есть. В общем, планирую вам рассказать по этим книжкам, сколько выдержим. А, вот так. Так что можете... Это не самое новое издание, можете где-нибудь раздобыть его и читать. Я там ВКонтакте скидывал в электронном виде. В общем, по времени у нас 2 часа будет каждый понедельник. А по длительности курса, ну, сколько получится, сколько сможем. Хочется рассказать вам лекции. Будут там что-нибудь по практике тоже придумаем. По практике будем использовать оборудование. Я не знаю, если у кого-нибудь цисковская есть, вытаскивайте. Ну, мало ли. А так, ну, мы в Покетрейсере. Попробую подготовить какие-нибудь лабы интересные, да, чтобы можно было прикольно прийти, позаниматься и что-нибудь такое попробовать. Вот. В лекции с самого начала будем рассказывать, ну, постараюсь максимально, да, понять, да, что там самых-самых таких азов. До самых-самых, да, до куда доберемся, в общем, да, сколько я смогу вам объяснить и там, сколько сможем разобраться. А дальше уже посмотрим, там, может быть, у нас будет уже какое-нибудь программирование, может быть, кто-нибудь хочет какой-нибудь курс провести, так что это приходите, можете нам тоже что-нибудь рассказать у нас под вестом. Ну, вот. Я могу еще что-нибудь про Linux, наверное, рассказать после сетей. Ну, и там что-нибудь придумаем, да, уже, когда сети будут кончаться. Вот. Замутим какую-нибудь голосовалку, что-нибудь такое. Сегодня у нас будет что-то, этот, история интернета. Самых таких, ну, так, вкратце, да, там расскажу. И самые азы, там, технологии TCP, IP, тоже расскажу. Так, контракт все подключить, логин, пароль. Включи. Включалку. Глобальная сеть интернет, лекция, история и все такое. Начнем. Ну, тут с историей, в чем прикол вообще, да, что это же можно, там, все эти даты, мы же можем все это примерно, да, там, как там, как поднять, когда появилась технология, когда ее придумали, когда запринзутовали, когда внедрили, там, да, или как. Плюс еще есть, может, там, начинать, там, вообще с вычислительных машин, там, да, кто-то считает, там, что история вообще всех компьютеров пошла, там, чуть ли не со счетов, там, все куда-то, вот. И плюс еще есть несколько вариантов истории интернета, да, появления, там, официальные и неофициальные, там, вот. Я расскажу вам более-менее официальную и более-менее по Википедии, в общем. Так, самые такие, ну, основные даты, как бы, да, что и официально, чтобы вы так это, ну, примерно, чтобы ориентироваться, что где-то пошло. Так, 45-е и 60-е годы, в 45-х годах, как говорится, правительство поняло, что их стало не устраивать существующая связь, поняли, что нужно что-то придумывать, разрабатывать более интересное, и появились первые пожелания к ученым, да, разработчикам, что, типа, давайте что-нибудь такое замутим. Появились какие-то теоретические работы, какие-то устройства, все это началось вот с 45-го года, примерно, можно считать. 58-й год. В США создано агентство передовых оборонных исследовательских проектов DARPA. Вы, наверное, все слышали. По официальной версии было сказано, как, что в ответ на испытания ядерных бомбом, бомб СССР, США испугались и сказали, что давайте-ка замутим какую-нибудь такую связь, чтобы она там была неразрушаемая, там, да, чтобы даже если при отсутствии там какой-то части этой сети, там, да, чтобы у нас все равно связь с этой работала, чтобы сеть работала, и вот они придумали вот эту DARPA. Ну, соответственно, у нас, как бы, DARPA это военная все-таки, да, считается штукой, как военный. Считайте, у нас интернет появился, как бы, благодаря военным США. По факту, так. 61-70-е годы. Разработаны технические принципы коммутации пакетов. Ведем в действие ARPA.NET. Коммутация пакетов, что у нас, как бы, придумали именно вот эти вот принципы, да, вот именно работы, как сейчас у нас интернет работает, да, что у нас передаются пакетики, что они, ну, как бы, что наши данные все разбиваются на определенные небольшие кусочечки, да, там, они пересылаются по сети, да, и потом эти кусочки собираются в конечном месте там и складываются в наши данные. Как бы, это вот было примерно в этот промежуток времени все это придумано, и до сих пор мы пользуемся вот этими технологическими наработками, да, именно как все это было придумано. ARPA.NET разработали, ну, это сетка, можно сказать, да, что это, ну, прародители интернета, ну, соответственно, ее в этом агентстве DARPA придумали, ну, как бы, создали, да, всего, с этого все началось. Ага, это эскиз сети ARPA.NET, зародыш интернета, маленький. Здесь нарисованы самые-самые первые, вот, вот, эскизы сети, у нас, мы видим, что у нас фактически три узла, и один узел у нас еще, как бы, входит в интернет через один, ну, то есть, тут еще интернета, как бы, нету самого понятия, да, через такой вот определенный у нас, вот, несколько узлов всего этого ARPA.NET нашел. Вот, в общем, самое старое, что я смог найти по интернету. 29 октября 1969 года можно считать днем рождения интернета, да, то же самое, что можно считать, как бы, в Википедии, там есть, ну, как бы, есть несколько дат, там, да, когда мы можем считать днем рождения интернета, да. 29 октября почему? Потому что было передано первое сообщение между компьютерами, как раз вот в этой вот, варпанет, там, между каким-то и каким-то городом США, вот, там, они смогли передать первый раз, там, только что-то три символа, там, символы, блок, потом у них связь пропала, и они подтверждали еще передачу каждого символа по телефону, да, я получил Google QL от тебя, ну, да, потом они, что-то через два часа восстановили связь, смогли ввести, там, логин, и как-то там что-то подключился куда-то к интернету, и это был, конечно, ну, наверное, прорыв, да. Поэтому можно считать, что это эту дату, как днем рождения интернета. 71-80-е года. Число узлов варпанет возросло до нескольких десятков, когда проложены специальные кабельные линии, соединяющие некоторые узлы, и начинает функционировать электронная почта. С электронной почтой тут очень забавная история, да, что электронная почта у нас появилась даже раньше, чем интернет. Как по факту, да, что у нас, сейчас у нас еще нет даже понятия такого интернета, у нас как бы есть какие-то сети там, да, вот эти вот разрозненные, да, и важно понимать, что, ну, как бы, что у нас электронная почта может работать и без интернета, мы можем там локальные сети у себя там поднять, да, и они будут обмениваться электронной почтой. как бы электронная почта это вот самое-самое что появилось как сообщение они очень стремно выглядеть или говорят там очень странно будет адреса там какие-то я этого не видел я посмотрел написано первая программа для электронной почты 71 год вот появился электронный ну как клиент на почтовый что более-менее что-то похожее уже на наши какие-то то что мы представляем рассмотрщик там да и письма наши причем появились тоже раньше мы не могли никогда и обмениваясь первое время интернет этими сообщениями да и даже не было история никакой пересылались там туда-сюда там получил сообщение получился нормально потом уже со временем как бы все это обрастало функционалом люди хотели уже пользоваться всем этим делом и история все теперь второй год придумал значок собачка первая международная связь по электронной почте между англии и норвегии 73 год читайте да в этом году там что-то придумал ее потом долго внедряли там нет но он претерпела много изменений как быть на на сегодняшний момент и за это самая такая очень распространенная система технология до которого приводит локальной сети там везде дома там наверняка в семье кабели из интернетом тыкаются дом и она уже заборола все эти другие технологии потому что очень очень удобно с ней работать да очень просто и очень она хороший может быть стать потом сделаем практику покажу вам как это все на физически проводочки обжимать если кому-то будет тесно на самом деле да иногда просто смотришь как бы приходишь там по работе куда-нибудь нам свой что люди реально не просто не понимают что это как нам все это делать и это ужас в общем если будет интересно да могу принести придумали смайлики 79 год на самом деле тоже ну я как бы сюда включил потому что все-таки такое довольно значимое событие потому что во первых этот рабы спали сейчас уже все используют да у нас без париков у нас нет речи там ничего вот плюс просто это было не совсем просто не ведь потому что там тоже были какие-то свои заборочек что смайли все-таки специальный символ там да можно внедрять нельзя его внедрять сообщение как-то все обрабатывать вот и в общем в общем его придумали и хорошо 80 90-е года принято так протокол в себе и пи вводится система доменных имен число постов доходит уже до 100 тысяч принято и протокол в себе и пи что имеется ввиду что до этого как бы раньше работала на другой технологии на следующем плане покажу в общем у вас так был сначала принят потом стал на стандартном 5 и да и сейчас у нас так прогулся себя не он есть любом там даже не как передатом в любом устройстве и уже наверно уже скоро любой микроволнов появится интернет выходить и все у нас основано на стеке протокол теперь куда это вот как как телефонная связь сейчас давно что мы можем после старых телефонов их не должно пошли магазин купили любой телефон подкнули его прозетку он заработал куда так сейчас с любым устройством там с любым компьютером и телефоном мы знаем что что там есть это стать себе и да и мы знаем что мы свой компьютер или внутреннюю сетку когда и он будет работать именно благодаря этому себе что он уже есть везде я там дальше конечно подробно расскажу вводится система доменных имел система доменных имел тоже кратко что раньше как у нас как сослов хосток было мало как вы знаете адресатском интернете но свои по айпишникам в общем описаться выбирать у нас по айпишникам обращение компьютера компьютеру даже не хотим айпишники это неудобно не прикольно вообще не весело мы хотим там веселые имена какие-нибудь ну просто циферные буквами чтобы хорошо это запоминать и раньше все это было файловом виде там родилась на каждом компьютере как там рассылалась между собой еще даже это остались и индей и вернулся там выйти файлы куда можно там вручную прописать на там соответственно и адреса и имени хоста вот но потом уже поняли блин что уже дохрена компьютеров это все неудобно и на то же вводить такую систему которая будет как-то все это автоматически разруливает да и понимать что вот этому имени соответствует это вот айпишник но вкратце вот это вот днс да с обставлением и он соответственно айпишник вы не может дарить дальше 1 января восемьдесят третьего года сеть арпанет переходит на протокол сфере привел к распространению значка я бережу переход просто это был реально такой день x когда арпанет просто работал раньше на другом протоколе я даже не помню на каком собственно когда поняли что да что эти 5 и тоже супер круто что это уже фактически стандарт это да что его уже надо внедрять вот они вот решили что 1 января мы там переходим вот очень долго к этому готовились там говорят и в общем перешли очень гладко там ничего не случилось все это даже к началу в общем все прошло круто 83 году восемьдесят девятый год церн европейский совет по ядерным исследованиям родилась концепция фирменной паутины 3w бывает вот как мы сейчас все это знаем через браузер мы там ходим смотрим интернет все это дело это вот как раз и дабы только девяносто первом году стала доступна в интернете по факту дошло восемьдесят девятом как придумали восемьдесят девяносто первом стало общедоступно 93 год проект появился знаменитый браузер а мозаик число интернет-хосток превысило 2 миллиона сети действует 600 сайтов в общем да там только что у нас там было сколько-то хостов сто тысяч там до примерно в эти годы а там уже 2 миллиона хостов у нас в интернете 600 сайтов просто огромный у нас идет интернета 95 и 96 года всемирная паутина стала основным поставщиком информации в интернете вогнав по тратику таковый рисунок и всемирная паутина почти полностью подменяет собой понять интернет тогда что сейчас интернет мы тут включаем браузер заходим в страничку да и сейчас считается интернет по факту это же понимаешь что можем парики переслать без браузера 22 января до 50-го года прямой доступ в интернет получил экипаж международной космической станции ну вот одна из последних да просто раньше они ходили в интернет они ходили через через что через что там они общались эти чуваков которые там на земле сидят и потом как-то через них выходили а потом и поставили свой сервак когда они через сервак уже смогли так выходить вот это наверное последний да и все так по истории сейчас тогда что рассказывать вам про себе вообще что такое себе и да и что такое вообще эти себе и это модель протоколов куда что такой протокол протокол это по факту можно сказать что язык общения когда какой-то какой-то специально выработанный язык общения если мы знаем если у нас протокол общения на в любого устройства мы знаем его дает свой протокол и дальше дальше мы можем разговаривать так протокол степени состоит из нескольких уровней сейчас картиночку даже структурная модель 7 и примеры протоколов значит у нас есть несколько уровней в модели тси пейпи приложение транспортный интернет и уровень доступа к сети на каждом уровне у нас действуют свои протоколы пока можно не заморачиваться да на всем этом можем не не запоминать кто не знает я там расскажу дальше зачем вообще это все придумали зачем насколько то здесь уровне там да зачем все это дело просто для упрощения да на самом деле что как бы проще одну какую-то большую задачу там общение между собой компьютерами разбить там на сколько-то уровней вот это будет проще и как и разбираться уже на каждом уровне для упрощения с одной стороны с другой стороны чтобы производители девайсов и программного обеспечения и еще чего-нибудь чтобы они могли работать на каком-то своем уровне да и чтобы они знали что допустим если там производится какая-нибудь эзернет карта что это вот доступ к сети уровень доступа к сети и они они знают что вот эти вот протоколы между собой у них там есть специальный там API наверное называется ну то есть они знают язык взаимодействия вот эти вот между собой протоколы мы знаем что мы возьмем любую сетевую карту да и она с верхними уровнями будет работать хорошо как бы соответственно это порождает хорошую конкуренцию на всех уровнях да то же самое на уровне приложения у нас там протоколы шттп есть браузеры мы знаем знаем что мы можем любой браузер взять да и он будет работать с дальшими дальше браузеру в принципе кофе был какой у нас там уровень транспортный уровень интернета доступа к сети какой там да браузеру совершенно неважно знать там по wi-fi мы работаем да или по эзернету мы сидим там да или еще как-нибудь хоть по оптоволокну мы подключаемся вообще пофигу это основная концепция да придумано для упрощения и для для упрощения для упрощения для упрощения ну так же порождает конкуренцию да что и производитель нам легче это делать так сейчас идем дальше 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 да 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 ?" да да он не заморачивается там какие-то другие уровни да просто через сеть да вот таким облачком показано то что нам неважно что там внутри и просто глядать мне эту страничку и все Продолжение следует... Важно понимать, что общение происходит на своем уровне, что браузеры на любом компьютере общаются на уровне приложений, независимо от других уровней. Вот здесь мы чуть-чуть раскрыли, что у нас заголовок Http мы уже видим. Он говорит, дай мне get-страничку, он присылает, Http окей, и какое там содержимое этой странички. Если опускаться дальше, мы уже дальше увидим следующий уровень. Вот здесь уже более наглядно у нас показано, что... Происходит, что у нас у нас Http get, компьютер Боба просит, говорит, отправь-ка мне, пожалуйста, свою страничку. Протокол Http идет дальше на уровень ниже, да? Уже к протоколу TCP такой говорит. Давай-ка отправь мне это с помощью TCP. Получает TCP-подтверждение, потом Http окей, веб-страницу пересылает, TCP-подтверждение. Уровень приложений не волнует, на самом деле, как у нас... Он не обрабатывает ошибки, не волнует вот эта вот схема пересылки там, да? Он все это скидывает на более нижние уровни. TCP-протокол позволяет обрабатывать ошибки, и уже вот он, как вы видите, может посылать TCP-подтверждение. TCP-подтверждение, что переслалось, либо ошибку какую-то будет показывать. Что-то пересылалось, не пересылалось. Это протокол TCP, вот этим он занимается. Интернет уровень TCP. Здесь у нас интернет уровень, это уже самый верхний транспортный... Самый верхний это протокол, что это... Потом у нас идет TCP-протокол, дальше вот этот IP... Протокол IP, как бы, да? Протокол TCP, на самом деле, тоже... Ему попигу... Он не знает, там, IP-адрес наш, там, еще что-то, да? Он все это... Он не знает, как прокладывается... Как пересылается сообщение, там, да, с одного на другое. Он, получается, пересылает все это на более нижний уровень, на уровень IP. И IP-уровень знает уже... Сюда включается в заголовок IP-шник получателя, IP-шник отправителя. И IP-уровень уже знает, что компьютер Boba должен отправить вот это вот сообщение сначала на маршрутизатор R2. Вот эта картиночка, это вот маршрутизатор у нас нарисован. Это протокол IP уже занимается, да, что мы отправляем на R2. R2, он уже знает, что надо отправить на R1. Ну, тоже упрощенно, как бы, да, что там дальше это будет уже схема маршрутизации. Мы об этом еще поговорим. Как, откуда, откуда он знает, да, что... Как проложить маршрут к другому компьютеру. R2 прокладывает к R1, R1 так уже отправляет к компьютеру Ларе. Если R2 у нас недоступен, то компьютер Boba знает, что можно на R3 послать. Он так чик, через него будет идти. Это тоже занимается протокол IP. Уровень доступа сети. Уровень доступа сети у нас лежит еще ниже, чем протокол IP. И уровень доступа сети, это... Он отвечает за... Именно за физические штуки, да. Потому что протокол IP, он не знает, по какому у нас передаются... По какому каналу данные у нас передаются, ему пофигу. Он передает, протокол IP передает уже дальше нижнему уровню, уровню доступа к сети. Свои данные, да. И он уже... Вот смотрите, у нас между компьютером Boba и R2 у нас Ethernet. Между R2 и R1 у нас протокол PPP. А дальше опять Ethernet. Уровень IP, ему пофигу, что там у нас Ethernet или нет. Он просто свои данные передает более нижний уровень. Сюда ему... Сейчас повыше подниму. Заголовок и так называемый хвостовик присоединяются из Ethernet-овского уровня, да. Передается на R2. R2 понимает, что нафига мне Ethernet, да, если здесь PPP. Он отбрасывает заголовок и хвостовик Ethernet, добавляет заголовок и хвостовик протокола PPP и пересылает вот сюда трое R1. Потому что среда передачи данных у нас другая. Ну, то есть не среда передачи данных, а протокол передачи данных у нас другой здесь. Дальше R1 понимает, что здесь опять у нас Ethernet. Он опять отбрасывает заголовок и хвостовик этого уровня PPP. Присоединяет Ethernet и передает LAR. Собственно, так происходит. Передача данных. Вкратце, да. Терминологи инкапсуляции данных. Это вот мы видели сейчас, что у нас каждый протокол передает, каждый уровень нам передает какие-то данные. Уровень приложения дает данные. Транспортный уровень берет эти данные и присоединяет к нему заголовок TCP. Уровень интернета берет эти данные вместе с заголовком TCP, присоединяет к нему заголовок IP. А, уровень доступа к сети берет вот эти вот данные, заголовок TCP, заголовок IP, присоединяет к нему как-то свой заголовок и концевик. Если по-русски. Контрольная сумма. Нет, он не добавляет. Ну вот, видишь, не сомнен. Нету. И для каждого... Важно понимать, да, что для каждого уровня у нас данные, вот, допустим, вот уровень интернет, да, ему пофигу, какой здесь заголовок стоит, да, что здесь TCP и здесь данные. Вот это вот вместе с заголовком для уровня IP, вот это вот все это у нас данные получается. Как бы, да, для уровня доступа к сети у нас и заголовок IP, и заголовок TCP, и данные, это тоже, это все вместе для него данные. Как бы, да, он не смотрит туда, потому что там какие-то заголовки, еще что-то. Ему важно все это сохранить и все это передать в целостности. Да, поэтому он добавляет уже свои заголовки. Терминология у нас, когда получается... TCP, заголовок TCP вместе с данными у нас называется сегмент. Но это тоже очень важно запомнить, потому что на экзамене говорят, кто будет спрашивать. Ну, обычно все знают этот термин пакет, да, это заголовок IP, и TCP, и данные. А, ну вот здесь показывают, да, что TCP и данные, для заголовка IP здесь просто уже данные. Как бы, ему кофе бы там, что у него содержится внутри. А frame, это уже канал, ну, нижний уровень. Как бы, да, он добавляет свой заголовок, и пациент, и данные, ему тоже все равно, там, какой у нас IP, там, или то, что TCP там внутри, там, еще что-то. А, эталонная модель OSI, я вам обещал рассказать. В чем вообще прикол? Сначала была придумана модель OSI. Модель OSI, как говорится, что это модель более теоретическая, да, там очень подробно расписаны все уровни, там в ней, по-моему, 7 уровней, так, и 6, 7, 7 уровней технологии ОСИ, модели OSI. Все подробно расписано, описано там во всех документах. Но, как оказалось, на практике нам не нужны все эти уровни, как бы, нам, мы можем спокойно абстрагироваться от нескольких уровней, да, и не надо нам практически разбивать все это дело, ну, на столько маленьких уровней. Мы, например, в TCP и IP мы канальный и физический уровень, так, не могу больше понять, канальный и физический уровень мы объединяем просто в уровень доступа к сети. Ну, здесь чуть-чуть по-другому они называются. И уровень приложения у нас там сеансовые представления и приложения, он модель OSI, да, три уровня, а в TCP и IP это объединили в один. Ну, потому что поняли, что по факту в более прикладных целях как бы нам не надо настолько мелкое деление. Очень важно понимать, да, что, какой уровень за что отвечает и какие где протоколы у нас. Ну, я думаю... Ну, давайте вкратце расскажу вам еще раз, да, что уровень приложений это самый верхний уровень, как бы, да, который самый ближайший к пользователю уровень. И фактически, ну, вот, видим, уровень приложения это, ну, браузер можно считать там, да, и такие вот, кроме, которые именно самые близкие к пользователю. Уровень предоставления данных преобразуют в стандарты. Ну, тут все, в TCP и IP это все в один уровень, уровень приложений, как бы, да, вот уровень приложений, представления данных и сеансовый уровень, это все самый, самый верхний уровень TCP и IP. Как бы, да, отвечает уже за передачу данных, фактически, передачу данных пользователю, да, и прием данных от него. Можно так в конце сказать. Транспортный уровень. Сегментирую данные передающей станции. Ну, да, получается, уровень пятого по седьмой модели оси, это именно проблема приложений, это, да, ну, как бы, именно пользователи, да. Четвертый уровень – это передача данных, доставка удаленного компьютера. Четвертый уровень – это, получается, у нас TCP и UTP-протоколы. Сетевой уровень – это протокол IP, как раз адресация, IP-адреса, и все в этом духе. Это все у нас сетевой уровень. Канальный уровень, уровень именно данных по физическому каналу – это там, где у нас MAC-адреса находятся, да, это вот канальный уровень. Адресация на канальном уровне происходит по MAC-адресам, по физическим адресам наших устройств. А физический уровень – это уже электрический, процедурный, физический, там, в общем, да, распайка, назначение контактов – это именно вот физически, как у нас что будет расположено, там, напряжение, и все это тут связано с проводами соседей каких-то, или не с проводами, со средой передачи данных, если по-правильному сказать. Вот, очень важно понимать, на каком, какое устройство у нас работает, на каком уровне. Да, что мы смотрим уровень, и смотрим устройство, которое с ним работает. Уровень приложений, ну, это вот, в модели оси – это с пятого по седьмой уровень, да, протокол ТНР, потому что это ПФТП, САМБО, ну, вот, и целый кучу, ПОП-3, ВАИ, там, ну, тут можно много чего подописать, это вот все протоколы, которые для пользователя. Да, это франт-маузер, система обнаружения вторжений, транспортный DCP, UTP, ничего у нас не написано, и сетевой, и это маршрутизатор. Важно понимать, что маршрутизатор – это устройство, которое оно может служить сразу для нескольких целей, да, и работать сразу на нескольких, как бы, да, маршрутизатор. Мы втыкаем проводочки, можно сказать, что он, как бы, как физический уровень, да, у нас, потому что мы туда подключаем, да, провода. Но так как он, мы для устройства говорим, самый верхний уровень, да, и поэтому можно сказать, что маршрутизатор – это устройство уровня сетевого, то есть L3, там еще уровни так называются по-английски lower, L1, L2, L3, L4 и L5. Как бы, да, маршрутизатор – это уровня L3, сетевого уровня. Канальный уровень – это коммутатор, здесь вот у нас технологии Ethernet, фрейм-рилей, PPP – это вот все у нас на канальном уровне находится. И физический уровень – это уже концентратор, локальные повторители, именно такие штуки самые тупые, которые мы тупо там втыкаем в проводочки. И тут RJ45 – это коннектор нашей Ethernet-овской сетки, наверное, тоже все уже видели. Какие-то еще стандарты. Ну, сам провод там, да, Ethernet-702.3 в этой технологии. Зачем нужно… Это я вроде бы рассказал, да? Упрощение решаемых задач. Стандартизация интерфейсов. Упрощение процесса обучения. Да, что людям намного проще изучать всю эту технологию CPIP по уровням. Да, проще разбираться в каждом уровне отдельно, и для чего уровень предназначен, как бы, да, понимать потом, чем, как бы, сразу во всей этой технологии большой разбираться. Упрощение процесса разработки новых устройств. Да, тоже очень важно. Ну, я про это тоже сказал, что, да, мы знаем, что, если производитель будет соблюдать, да, определенные требования, да, что мы можем в любую, фактически, карточку воткнуть, и она у нас должна определиться в системе. Ну, по идее, по крайней мере, да. Совместимость устройств разных производителей – то же самое. Мы же не думаем, что у нас, ну, один ноутбук, там, не будет работать с другим. Да, мы об этом не думаем, там, да, или браузер не будет, если я смотрю, там, страничку в одном браузере, то в другом ее не будет видно, там. Это все вот благодаря технологии CPIP, да. Модуль для разработки. Ну, про браузер, да, это, как я говорил, что он независимо от браузера, да, и все равно они будут нормально работать со всеми дальше уровнями. Ну, капсуляции, капсуляцию, я вам рассказал, да, что, ну, для уровней, для более нижних уровней, верхних уровней нам уже пофигу, какие у них заголовки, это все превращается в данные. Ну, как бы, для более нижнего уровня. Глава 3, основа локальных сетей. Я думаю, здесь можно сделать перерыв минут на 15, и дальше уже поговорим про следующую главу. В основном сейчас у нас представлены технологии Ethernet. Технология Ethernet уже вытеснила все остальные технологии, просто по причине того, что она очень удобная и очень легко с ней управляться. Что наши Ethernet-сети и кабели очень, кабели очень легко обжимать, да, и очень легко, там, готовить его, там, контакты, там, все это очень-очень просто. Как бы, другие технологии, которые до этого были, там, Token Ring, там, какие-то еще, другие интерфейсы, там, приходилось заморачиваться сильнее с этой фигней. Если честно, я не сталкивался, как бы, с этим, я только с Ethernet-ом работал, но, говорят, это был просто, это был ужас. Технология Ethernet представлена у нас несколькими скоростями, может быть, 10 мегабит, 100, 1000 и, там, больше, ну, то есть, не гигабит и больше. Стандартизованно, она, есть такой институт инженеров по электронике и электротехнике, это ИЕЕЕ, так называемый. Сейчас. Как бы, все эти стандарты, хотя бы приблизительно надо помнить, да, вот этот институт, институт И3Е, или как так его называют, ИЕЕЕ. Технология Ethernet у нас стандарт ИЕЕ-8023. Это, ну, как, подмножество стандартов. И каждая технология, у нас есть просто технология Ethernet, скорость 10 мегабит в секунду, альтернативное название 10BST. Технология, стандарт ИЕЕ-8023. Тип кабеля, максимальная длина, медный, 100 метров. Фаст Ethernet, 100 мегабит в секунду, альтернативное название 10BST. Стандарт ИЕЕ-8023У. Ну, вот циферки можно не запоминать, самое главное запомнить, что 8023 это технология Ethernet. Как бы, да, стандарт технологии Ethernet. Это важно. Медный провод, 100 метров. Гигабит Ethernet, это 1000, ну, гигабит Ethernet, скорость 1000. Название 1000 Base LX, 1000 Base SX, стандарт 8023Z. Кабель может быть оптический, ну, по длине 550 для SX и 5000 для LX. Гигабит Ethernet. Гигабит Ethernet 1000 Base T, 803AB. Тоже 100 метров. Не указано какое. Чего? Хороший вопрос. Надо почитать. Длина кабеля, да. Обычно просто применяется просто 100BSTX, например, самый такой распространенный, сотка, вот, и 1000BST, по-моему. Такие улицы SX, так, не особо, не особо распространенные. На рисунке показана схема, сейчас мы откроем рисунок. Схема небольшой локальной сети, у нас сколько-то компьютеров, 4 компьютера, на одном из них FTP-сервер и принтер подключен к одному из компьютеров. Даже без интернета это очень удобно, ну, самая такая простенькая селочка. Совместный доступ к файлам, к файлам на FTP-сервер, да, могут ходить люди. Совместное использование принтера. Принтер шарим по сети, как нам не надо для каждого компьютера покупать нам, да, свой принтер. Мы подключили его к одному компьютеру и пошарили на всех. Конечно, правильно, если это сетевой принтер, да, то его можно, наверное, прям в мутатор воткнуть, будет более правильно. Передача файлов, то же самое, да, FTP-сервер, FTP-клиент, и играть можно по локальной сети, по такой, по маленькой. Первые стандарты Ethernet 10BS2 и 10BS5. Где тут картиночка? Что это себя представляло? Стандарт 10BS2. Коэкциальные кабели образуют с собой электрическую шину, и сигнал передается сразу от одного компьютера сразу на все. Все компьютеры его сразу получают. Это не очень удобно, потому что говорить, ну, говорить в кавычках, да, у нас может только один компьютер одновременно. А если начинают говорить, ну, допустим, все, этот компьютер отговорится, компьютер Ларри, одновременно могут начать говорить у нас Арчи и Боб, ну, какие-то данные посылать, да, у нас, соответственно, возникнет коллизия. Потому что, ну, данные, получится каша просто, да, когда одновременно начинают говорить, это как можно. Это просто аналогия с говорящими в одной комнате, да, вот. Вот это вот, ну, Ethernet с одной шиной, да, это аналогия с говорящими людьми в одной комнате, да, когда все вместе начинают сразу же говорить, как бы, мы толком ничего не слышим, ничего не понимаем, да, нам надо, чтобы кто-то один. Соответственно, у нас, здесь же у нас появляется так называемый алгоритм, алгоритм с множественным доступом и контролем несущей и обнаружением коллизий – CSMA CD. CSMA CD позволяет нам понимать, да, что если у нас другой компьютер начинает говорить, ну, как возникает коллизия, да, то один из компьютеров у нас затыкаются просто на, как-то, на неопределенное время, на разные промежутки времени. Как они называются? А? Нет, они, ну, в общем, два, совершенно разные промежутки времени, которые там просто с ничего взяты, как бы, с головы. Вот, они, и получается, что у нас оба компьютера начали говорить, там, да, потом в один, например, там, на сколько-то, там, на десять секунд заткнулся, второй на двадцать секунд. Соответственно, десять секунд проходит, этот начинает говорить, но для него доходит, что у нас уже Арчи говорит, например, да, и, соответственно, Боб опять сидит и молчит, пока Арчи говорит. Как бы, это алгоритмы ЦСМА-СИДИ. Это называется случайный интервал времени. Вот, они затыкаются на случайный интервал времени. У нас есть повторители, потому, постольку, что у нас, почему у нас вот длина кабеля вообще ограничена, там, да, там, где-то сто метрами, где-то там, сто восемьдесят пять метров, да, вот, здесь стандартно десять БСП, десять БСП равна пятьсот метров, БС2 это сто восемьдесят пять метров, да, ограничено затуханием сигнала в кабеле. Потому что сигнал у нас передается, как там, электрический, там, да, эти волны, там, может быть, в следующий раз вам покажу, там, именно физически, как бы, да, как там сигналы передаются, но прикол в том, что все равно, как бы, провода имеют какой-то, ну, если это медные какие-то, да, проводники, они имеют какое-то сопротивление. Соответственно, сигнал все равно затухает со временем. Чтобы этого не происходило, чтобы делать более длинные наши сети, мы можем делать повторитель. Самая такая очень простая железяка, повторитель, он ничего не делает, он только получает сигнал маленький, ну, то есть низкий сигнал, да, и повышает его. И, ну, дальше передает уже, уже в повышенном виде, как бы, и повторитель на самом первом уровне модели оси работает, потому что это просто, ну, как физическая такая фигня. Ну, вот здесь немножко истории, что стандарт 10 BST в 90-м году появился, в 95-м 100 BSTX, он самый, да, распространенный, который сейчас сотка, в 99-м году гигабит появляется. 10 BSTX, использует концентратор, работает то же самое по принципу общей шины, да, что у нас, что Ларри говорит, оно передается обоим компьютерам, ну, в смысле и… Сейчас повыше… Нет, нет… То же самое, здесь могут возникать коллизии, вот, и тоже нам здесь нужен алгоритм СМА-СИГИ, без этого алгоритма никуда. Вот основные термины у нас, да, здесь Первоначально Средайзернет представлял собой электрическую шину Которую подключали все устройства Повторители увеличивают длину сегмента Концентраторы — это то же самое, что повторитель Ну, все еще централизованная точка включения кабелей А, ну вот они поддерживают витую пару Но все еще это одна электрическая большая шина И все равно еще у нас возникает корризия И все еще нам нужен алгоритм ЦС-мазики Как бы от этого алгоритма нам никуда сюда не уйти Так Сейчас Половина почему-то не показывает Чуть-чуть картинок Вот у нас стандартный Стандартный разъем RJ45 И наша сетевая карточка Вот так примерно выглядит Ну, если кто-то молодец и видел Даже RJ45, ну, как бы Настолько распространено название, да, что Мне кажется, уже должен Просто любой системный администратор Должен помнить, что RJ45 — это технология XRD Да, и что, как он выглядит И как он обжимается И даже там Очень хорошо помнить даже Последовательность этих проводов Как они там туда Ну, если постоянно обжимать То уже на зубок вот Вызубрится все это дело Я думаю, я потом покажу на практике Как это делается Ну, здесь картинка не очень хорошая Ну, я думаю, все равно все видим Вот как У нас всего 8 проводов И провода попарные, да У нас имеется провод полноцветный, да И провод синий, ну, допустим, синий провод Синий с белым провод, да Там зеленый, зеленый с белым Там, да, и дальше Коричневый, коричневый, белый Там еще какой-то Вот, в общем, провода идут попарно Они специально между собой завиты Витки получаются там Что-то там Под 120 градусов Как-то так И, в общем, весь этот прикол в том То, чтобы Чтобы Уменьшить по факту помехи, да Чтобы у нас Ну, сигнал можно Как можно дольше Ну, как можно дальше Можно было передать сигнал Да, что с физикой мы помним Что, как бы, если мы по проводнику передаем Какую-то, да Там даже ток у нас течет Там возникает там поле Там еще какие-то наводки И мы все это стараемся с этим бороться Тем, что мы вот Скручиваем эти проводники В определенном порядке Поэтому, как бы, не очень хорошо Когда кабели там Непонятно как скручиваются Там, да Там узелки завязываются Едете по ним крестам Там еще что-то Это все не очень прикольно А, ну, вот здесь Здесь даже схема контактов Ну, картинка не цветная Я потом найду хорошую картиночку И покажу Да, вот у нас Внимание Написано, что у нас В кабеле не экранированной витой пары Ну, то есть Обычная витая пара, да У нас используется Две пары проводников В стандартах 100BST и 1000BSTX И четыре пары проводников В смысле 10BST и 100BST Это две пары проводников Это четыре провода Четыре пары проводников У нас используются Тысячи уже гигабитных И некоторые вот умудряются Я такие видел стуки Когда в один провод По факту там Используется такая Половина Всего восемь проводов Используется четыре провода И они берут на эти Каждые четыре провода Навешивают эти коннекторы И пытаются как бы С одним проводом Подключить сразу два устройства Это, конечно, возвращение Это так делать совсем не надо Я, наверное, тоже потом покажу На практике Будет понятно Вот примерно картиночка Что у нас есть различные Виды кабелей У нас есть прямые кабели Перекрестные кабели И просто устройство Понимает, да Что у нас когда прямой кабель Ну, вообще Строго говоря Сейчас все современные устройства Они понимают Что мы можем везде использовать Самый простой обычный прямой кабель И они как-то Во всех устройствах Сейчас у нас идет автоопределение Как бы, да Чтобы мы не заморачивались Но хотя все равно Как бы это знать надо И разные устройства Лучше соединять разными кабелями Для которых они принадлежат Хочем, но автоматически они определяют Так Так Я думаю, мы можем, в принципе, тут особо можно не запоминать, да, для какого устройства, на каких контактах передает. Вот, просто здесь должна быть схема, просто для каких устройств, какие виды кабелей применяются, да, что где перекрестный, где прямой кабель, и просто надо знать, какое устройство с чем, каким кабелем, с чем соединять. А, ну вот, у нас картиночка, да, более понятно получается, что у нас прямыми кабелями у нас соединяются обычные компьютеры и с коммутаторами, да, или с маршрутизаторами, а перекрестные кабели у нас уже используются между самими коммутаторами. Ну, там тоже самое, вот прямой перекрестный кабель, это все, когда будете все это делать, да, это все, в интернете есть схемы обжимки, да, и схемы, как это все делать. В принципе, там ничего такого сложного в этом нет. Просто берете схему, там, расставляете эти проводнички в правильном порядке, да, и подсоединяете. Кабель стандартный 1000 BST отличается от других, уже к самому кабелю требования у него другие, да, и то, что у него больше в контактах используется, да. А, ну вот они пишут. В компаниях, в коммунаторах компании CISCO реализована функция, называемая автоопределением типа кабеля, авто-М-Дикс. За счет нее устройство само обнаруживает, в какой-то тип кабеля отключено в порт. Вот, по факту, этим можно уже пользоваться. Использование коммутаторов вместо концентраторов для повышения производственности сети. Так, сейчас... Отличие концентратора от коммутатора. Ну, по факту, концентратор сейчас уже не используется, да, фактически. У нас уже везде коммутаторы и маршрутизаторы. Концентратор. Такая штука, которая создает, ну, да, здесь даже подписано, образует общую электрическую шину. Это то же самое, как мы смотрели на самой первой картинке, да, когда у нас все компьютеры подключены, по факту, у нас одна шина, и одни все одновременно говорят, и, в смысле, если один компьютер говорит, то все остальные получают этот, да, сигнал. Соответственно, возникают коллизии, и все это не очень прикольно. Здесь по подробности процесс МАСИДИ. Я думаю, здесь вот очень много чего написано. Раз можете сами почитать, да, уже. А вот термин. Почему коммутатор вообще круче, чем концентратор? У нас потому что есть термин такой, домен коллизий, описывает набор устройств, время которых может создавать коллизии. Везде, где у нас используется устройство, ну, везде, где используются концентраторы, да, и которые единую электрическую шину образуют, у нас везде появляется домен коллизий. Мы хотим, конечно, этого избежать, потому что нам надо как можно меньше коллизий, да, и как можно больше, ну, повысить скорость передачи данных. Мы хотим повысить скорость передачи данных, не избежать коллизий. А вот, коммутатор использует, да, вот здесь, ну, в каждой главе про каждое устройство, видимо, подписано, да, что это очень важно понимать, да, какое устройство, на каком уровне у нас используется. Коммутатор использует информацию в заголовках Ethernet-фрейма, то есть выполняет функцию уже второго уровня модели оси. Получается, он в Ethernet как-то уже заглядывает, в фрейм, да, и, следовательно, мы указываем максимально высокую уровень, на который он может заглянуть. А, концентратор все еще первый уровень, потому что он не заглядывает в фрейм Ethernet. Где картинка? Так, сейчас. Ну вот в чем у нас вообще главная разница между коммутатором и концентратором. Потому что коммутатор не образует у нас общую единицу шину, он пересылает, пересылает на все свои порты, ну да все равно на все свои порты он пересылает, коммутатор просто смотрит, то есть он может наверное не на все наоборот свои порты посылать, потому что он заглядывает во фрейм, смотрит на какому устройству предназначен, этот пакет и отсылает на тот порт, к которому подсоединено это устройство. А также он может фьюризировать уже фреймы у себя в памяти, чтобы максимизировать скорость и чтобы уже послать их одним с другим и, да, изображать колесии. Я думаю, давайте мы на этом закончим. Сейчас составим еще время для вопросов, да, и в следующий раз мы про коммутаторы как раз еще поподробнее поговорим. Сейчас по предыдущим темам. У кого-то? У кого-то? У кого-то? Как всего это тоже? Здесь в PST получается из ОНЭ? Да. Это из ОНЭ? Да. Да. По факту мы... Нет, там прикол уже в том, что мы... Эзернет – это технология, как бы, да, что это не просто кабель. Да. И по технологии Эзернет мы можем использовать совершенно разные кабели и совершенно... Да. Олег? Вопросы? Ты обещал вопросы? Много вопросов. Много вопросов. Уже забылся? Стандарты вот оптики, да, чем отличаются? Есть многомодовое волокно и одномодовое моловолокно. Соответственно, одномодовое оно на больших дистанциях, то есть это каналы. Оно более дорогое, но позволяет делать более длинные длинные длины. Кабели. А многомодовое оно дешевле, позволяет более... Делать более дешевое и конечное оборудование. Ну... Ну, собственно, и все. Но оно короче, да, то есть меньше дистанции. Знаешь? Что? Физически, как оно устроено? Знаешь? Физически, оптика? Нет. Ну, понятно, сколько там жил и так далее. Жила там всегда одна, да, то есть центральная... Такой... Да, CSMA CD используется до сих пор во всех сетях у нас есть. И Wi-Fi тоже самое, да, там, ну, там такие же, в принципе, у нас Wi-Fi на сеть. Я думаю, потом, может быть, отдельную расскажу тоже лекцию там именно про Wi-Fi. По факту у нас Wi-Fi получается же как то же самое, как один домен коллизий, да, там каждое устройство слышит все остальные устройства. И там вообще трэш получается, когда они там начинают все это друг другу говорить, и там все это друг на друга накладывается, и перекрывается. И там, конечно, и контроль коллизий, и там еще целая куча всяких других штук придумано. И все равно это хреново работает. То есть не особо хорошо. Может быть, иногда хорошо? Да. В основном, не очень. Еще? Олег, вопросы? Ты обещал много вопросов. И расскажи нам еще что-нибудь. Интересно. Про уровни моделей оси, да, есть хорошая книжка, потом в группе выложим для начинающихся админов, для не очень начинающихся админов, для не очень начинающихся админов. Собственно, зачем-то вам нужно, вот, есть канальный уровень, да, есть сетевой, для меня было открытие. Зачем они нужны? То есть канальный, он позволяет маршрутизировать у вас в пределах только одной сети. Да, то есть вот эти вот сигнальчики, когда я бежал до маршрутизатора, и там застряешь. Да, я там дальше еще это расскажу. Да, да, да. Интересная тема. Ну, вот и Коля расскажет. Да, а сетевой уровень, он позволяет маршрутизировать между сетями. Ну, более подробно, я думаю, стоит потом будет рассказать. Ну, мы будем смотреть, там, не знаю, кто-нибудь книжку скачивал, там, да, по листуайте, там все это есть, как бы, да, там еще, сейчас, как первые несколько глав, это просто такие обзорные, да, там просто на общее какое-то понимание, а дальше все это будет подробно рассказываться, где какие там заголовки, там, газ посмотрим, где там какие эти контрольные суммы, что куда отключено, да. Очень прикольно, я помню, нам рассказывали историю, что с этими степей и сделали такую, как это, эксперимент, когда нижние уровни меняли на, это, на голубиную почту. И даже работало, да, они отправили, там у них сколько-то потерь было, короче, да, но они отправили, у них там вроде как-то даже получилось, потому что это именно доказывает то, что вот нижний уровень нам вообще, в принципе, не важен, как бы, да. Контрольная сумма, это рассчитывается по, по алгоритму ноту в пакете, это чтобы подтвердить, в общем, что у нас пакет дошел в целостность и сохранность, как бы, если у нас контрольная сумма совпадает с той, в которой у нас записано, да, что, значит, что пакет у нас все в порядке. Это определенное значение, а как оно рассчитывается, в регионе цены? То есть, если есть данные, то есть данные, а есть данные, из которых сумма для этих данных, но если проверять эти данные, из которых сумма совпадает с той, в которой сумма, то у нас, соответственно, говорит о том, что данные почти не понятны. Считается сразу, в разные формулы. Просто формула? Просто формула. Да, она просто математическая форма. У нас контрольная сумма, там какие-то просто еще данные, которые где-то добавляются, да, мы по формуле высчитываем вот эту контрольную сумму, да, если она с эталонной совпала, да, что, значит, у нас все в порядке. Ну, вот эти количества данных, да, то есть на количество гитов или там, например, правила, да? Ну, они в каждом пакете расположены по этому определенному отрезке, и ниже оно высчитывается по этой формуле. Мы должны применить, получается, формулу к нашим данным, да, и получить вот эту вот, нашу вот эту контрольную сумму, вот так получается. То есть если у нас там где-то что-то поменялось, то мы вот эту нашу контрольную сумму уже не получим. Просто применяем эту формулу. Это просто как... Ну, я говорю, я говорю, я говорю. Ну, да. Практику постараемся организовать, вот я, первое, что я придумал, можно на самом деле, ну, в этом покетрейсере просто, да, что-нибудь поделать там, потом практически там пообжимать какие-нибудь проводки, вот, тоже, ну, все поделаем эти, да, вот. А так, не знаю, ну, в общем, кто-нибудь придумал по-любому, да, то, что лекциями постараемся не ограничиваться. Ну, да, да, ну, как раз хочется устроить такое, да, чтобы и розеточки, и проводочки, там, всякие разные, сюда пообжимали, там, потом все это потестировать, там, может быть, какую-то фигню посмотреть, что как... А, это тестером посмотреть, да, что там есть, что будет, ну, как-то будет выглядеть, если там провода плохо обжимать, там, да, или, кстати, это их, да. Ну, просто такой, чтобы именно вот такой вот самый базовый уровень. Покажу, как это все делается. А на практике, да, начнем просто с покетрейсера, да, там... Покетрейсер — это нацистский стимулятор. Вот, он... Google? Google. Google. На торренте. Не, он, по-моему, он не бесплатный. Да, или бесплатный. Он на торренте бесполезный. Да, конечно, бесплатный, а по факту... Он выдается тем, кто пытается получить сертикаты от Cisco, вот. Там еще GNC3 с эмулятором подобным. Вот. У... Хьюлит Баккарта есть подобная штука. И у... еще каких-то, короче, крутых ребят, которые выпускают хорошие FDS-ки. Ага. У них есть свои эмуляторы? Да. Ну, они написали свое с... ПНТСами. И библиотеками. Не, вот хочется еще... Да, вот это просто эмулятор, как бы, да. Там не все у нас оборудование, не все протоколы поддерживаются. Ну, довольно такая прикольная. Прога я, может быть, на следующее занятие покажу, просто, да, примерно посмотреть, что это такое, как выглядит. Ну, ссылки, наверное, сегодня какие-нибудь, да, чтобы посмотрели. Вот. Так, тоже еще хочется, конечно, по Linux-у показать, чтобы не только нацистский все это, да. После Linux-у, мне кажется, проще, что можно пару верталочек поднять, там, тем более у каждого все равно свой компьютер. Может, как-нибудь покажу вам на практике, как это все конфигурируется в Linux, чтобы не быть, ну, как бы, не зацикливаться на одном вендоре, да, чтобы все. Ну, и в Инде, конечно, тоже там. Ну, в Windows все равно, наверное, все уже знают. Ну, как-то все равно какие-то такие базовые штуки, там, хочется тоже рассказать. Я думаю, придумаем это дело. Ну, и после этого, после сетей, как-то, да, еще хочется тоже, может быть, замутить там уже Linux-у, там, какие-нибудь курсы по башу, там, и всякие такие еще, там, именно по программированию. И, в общем, аплодировать такую, реально, какую-нибудь небольшую школу, да, чтобы не одной лекции у нас там все это голода, а чтобы там реально курсы, чтобы люди могли, чтобы чем-то реально научиться чему-то. Так что вы стараетесь как бы уходить, вот, и стараетесь не покупать. В общем, наверное, все. Аплодисменты. Спасибо.